Это, возможно, мои самые любимые экспонаты во всей исламской коллекции Музея Метрополитен. Не думаю, что я когда-либо видел что-то подобное. Потому что во всём мире других таких нет. Это два исключительных предмета, выточенных и отлитых из алебастра. Они необычайны. Алебастр — мягкий материал, похожий на цемент, не камень, так что резать по нему достаточно легко. Он прекрасно подходит для этого. Можно отлить из него заготовку, а потом отделать её резьбой. Несмотря на то, что он довольно мягок, эти произведения прекрасно сохранились, они в замечательном состоянии. Возможно, одна из причин, по которой они в таком хорошем состоянии, то, что они прибыли из пустыни. Они нравятся мне своей живостью, они такие динамичные, прекрасные, яркие, великолепные, а также разрушают одно из самых распространённых заблуждений относительно исламского искусства. Верно. Меня учили, что в исламской культуре, как и в иудейской, не изображаются человеческое тело и животные. Это действительно так во множестве случаев. Но эта концепция проистекает из запрета на изготовление извояний, не слишком сильно отличающегося от ветхозаветных запретов. Однако, в исламском искусстве, видимо, очень рано случилось следующее. Запреты соблюдались в мечетях, религиозных зданиях. Но в светском мире все ограничения снимались. Это сложная культура с тонкими различиями. Поэтому делать такие широкие обобщения, мне кажется, бессмысленно. Верно. У нас есть декоративные фигуры из алебастра. У нас есть фигуры живых существ на керамике, в вазах, изделиях из металла, в рукописях, в живописных произведениях. Это не единичный случай, а часть гораздо более масштабной традиции. Но перед нами её исключительные примеры. Так значит, всё дело в контексте. Так каким же, с вашей точки зрения, был контекст этих фигур? Это один из важнейших вопросов. Мы не знаем контекста, но думаем, что они находились в своего рода приёмном зале и были прикреплены к его стенам. Когда люди входили, чтобы повидаться с важным лицом или новым правителем, а эти фигуры были созданы примерно в 1200 году, где-то в Иране, в очень нестабильный период истории этой страны, они приветствовали их. У нас есть примеры расписных приёмных залов с изображением стоящих стражей или царственных особ. У нас есть примеры в Басте, Афганистан, а также в Самарканде, Узбекистан. Они явно представляют собой воплощение власти. Оба сжимают мечи. Они вооружены и опасны. Но ещё выразительнее их власть передаётся, как мне кажется, их одеяниями. Разумеется, потому что мы видим мечи, а также в руке у одной из фигур, кусок ткани, являющийся атрибутом царской власти. А их одеяния действительно впечатляют. Они были окрашены в синие и красные тона в сочетании с чёрным цветом и местами позолочены. Я немного запутался, потому что на первый взгляд кажется, что это стражи, но потом понимаю, что это царственные особы. Это принцы, цари царей, шахи шахов? Или это царские стражи? Они в коронах. Один из них носит крылатую корону. Крылатая корона, возможно, старейший в Иране символ власти. Её носили сосаниды. Так что это доисламская империя. Да, она была очень и очень могущественна. То, что изображён именно этот символ власти, действительно удивительно, потому что это символ, известный почти каждому, кто входит в комнату. Сами фигуры выглядят очень по-восточному. Дело не только в сложности их костюмов, но и в их лицах. У них прекрасные круглые лица. У них, что называется, тюркские лунные лики. Здесь проявляется влияние Средней Азии и Востока. Мы смотрим на две эти фигуры в Метрополитен-музее в Нью-Йорке в тысячи миль от их родины. У вас есть идея, как они могли сюда попасть? Одна появилась в 50-е годы, другая — в 60-е. Это поразительно, ведь оказывается, что они попали сюда не вместе. А можно подумать, что вместе, так как они строго одного размера, одинаково отделаны и расписаны. Они обе пришли из одного и того же контекста. Почти тысячелетней давности. Они воссоединились и всё ещё радуют нас своим присутствием. Вы упомянули многоцветность. Это синие, красные тона. Они такие яркие. Нужно помнить, что электричества не существовало большую часть истории человечества. И чтобы произвести впечатление, нужен цвет, яркость. Потому что иначе как же они выделятся на фоне стены? Только светом свечей они и освещались. И цвет сам по себе мог быть выражением богатства и власти. Конечно, потому что, очевидно, позолотить что-то довольно дорого. А откуда эти синие оттенки? Если изготавливать краситель из лазурита, его надо доставлять из Афганистана, покупать его там, импортировать. Разные виды материалов, которые использовались, играют большую роль и тоже являются символом богатства. Дело не только в алебастре, коронах, мечах, а даже и в материалах. Эти фигурки входят в число моих любимых теперь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok